приветствую вас дамы и господа с вами варчик в этом видео я вам расскажу про лучшие тяжелые танки 10 уровня у меня на всех этих танках есть три отметки кроме одного на vz 111 5 а у меня всего лишь две отметки но я на нем особо и не потел пока что в свое время мы до него дойдем на всех остальных я уже взял три отметки и я вам скажу что это великолепные танки они заслуживают считаться лучшими тяжелыми танками 2020 чертом году я считаю что их стоит прокачать если вам нравятся тт к слову у них еще и ветки неплохие почти у всех об этом подробнее поговорим про каждую ветку отдельно также еще вам покажу оборудование полевую модернизацию так что поехали начинаем из пятого места лучших тяжелых танков 10 уровня это супер конь это британский тяж 10 уровня не только он хорош в этой ветке но еще и восьмерка с девяткой тоже хороши по статистике они очень высоко это уже такой укоренившийся хороший танк который многие прокачали а если вы не прокачали то непонятно почему вы до сих пор этого не сделали у ветки этого супер коня есть небольшая проблема это танки ниже 8 уровня там различные черчилля black prince и это качается конечно неприятно но не так давно буквально в прошлом году один очень замечательный зритель заказал меня на три отметки black prince и кажется это осенью было точно не помню он думал я буду страдать но как оказалось я на black prince и легко взял три отметки и каких-то там мучений или подгораний у меня даже не было я сам удивился я конечно не предлагаю вам играть на этих всяких black prince ах но при должном скиле пройти ветку можно а начиная с 8 уровня и все танки которые выше там очень сильные танки но прощать ошибки они не будут не сильно крепкий корпус уязвимой зоны и в башне есть но спасает эти танки это орудие они точные дпмные с нормальным пробитием единственно что альфа небольшая играть от дпм и конечно не легко но если соперники подставляются а вы не ошибаетесь то в принципе урон набивается очень быстро если взглянуть на параметры супер коня 032 точность 1 и 9 сведения альфа 400 259 пробития бэбэшкой пробитие под калибром 326 это на пустом танки уже параметры неплохие также еще стабилизация от движения и поворота корпуса 012 от поворота башни 010 это очень хорошая стабилизация не у всех средних танков такая есть поэтому мы на этот танчик ставим досылатель турбину закалку с такой стабилизации можно без стабилизатора спокойно играть также не забываем ремка аптечка дупайок желательно прокачать перки помимо ремонта боевого братства там перков на обзор и на стабилизацию еще и перки на пожаротушение чтобы дупайок горел недолго дупайок это очень сильная вещь поэтому рекомендую на все танки ставить если ваш экипаж обзавелся необходимыми перками давайте посмотрим на броню супер коня в принципе пробивается не сложно не только нлд но и с хорошим пробитием и под нужным углом еще и влд можно пробивать если враги сверху находится то даже влд отбивать особо ничего не будет можно немного ромбовать играть от башни особенно приятно если вы выше врага поскольку если враги будут выше то ли чок будет очень легко пробиваться в целом броня неплохая если мы играем через рельеф и даже в городе можно немного танчить бортом главное слишком сильно не перекручивать если взглянуть на полевую модернизацию то мы там выбираем сохранение набранной скорости улучшение точности защита от оглушения улучшение скорости назад а также защита еще от оглушение фугасов и все остальное целом танчик хороший и пол ветки тоже достойны на четвертом месте нас встречает т110 и 5 и его обалденная имбовая ветка эта ветка прям заслуживает чтобы ее прокачали в 2024 году это одна из лучших веток если целиком брать все танки там практически через танк имба на имбе если у супер коня половина ветки это что-то такое то вот т110 и 5 начиная там с шестого уровня где у нас м6 лучший танк на уровне уже несколько лет после а по это просто зверь какой-то да он большой не сильно про броню но там такая сильная пушка что она во своем уровне просто разносит все я многие всякие там задания турниры или какие-то челленджи если есть возможность играть их на шестом левеле я тут же беру м6 и быстро с легкостью все прохожу при должном скиле он просто уничтожает 6 уровень целиком и полностью я удивлен что столько времени его не нерфит а если вы на нем столько времени вот уже года два не играете то я не знаю почему вы это не делаете просто самый сильный танк на уровне единственно что вкусовщина если вам не нравятся большие бумажные танки которые не сильно танкуют а кто-то на шестом уровне сильно танкует там главное чтоб сильная пушка была она у м6 есть идем дальше по уровню на седьмом левеле у нас т29 и после каких-то там ребалансов он на при топовой пушке очень жестко на дпм тоже хорошо себя показывает на седьмом уровне у него крепкая башня становимся от рельефика туэнчика выграем также можно бортом потанковать неплохо на восьмом уровне т32 среди прокачиваемых танков на третьем месте по статистике то есть у нас грубо говоря шестой уровень очень сильный на седьмом уровне т29 на четвертом месте на восьмом уровне у нас т32 на третьем месте единственное что вот на девятом уровне м103 подкачал среди прокачиваемых тяжей девятого уровня м103 глубоковато он примерно там где-то посередине но я вам скажу я на нем вот играл отметки брал м103 не такой уж плохой там очень сильная пушка она очень похожа на пушку т110 и 5 на десятом уровне отличное пробитие альфа дпм единственная проблема м103 по броне на девятом уровне ну слабоват и при этом он не маленький там легко пробивается крыша она большая и лючок на ней еще есть но если играть из-под тяжка чисто на урон не пытаться там сильно много танковать то в принципе его пройти не сложно до каких-то там плохих тяжей девятого уровня ему далеко а при должном скиле он спокойно проходится да и некоторые в принципе считают что м103 хороший танк поскольку там пушка обалденная там плохая только броня и вот мы доходим до т110 и 5 и он у нас на четвертом месте среди тяжелых танков прокачиваемых десятого уровня и посмотрите вся ветка просто обалденная получается ну как ее не прокачать давайте посмотрим на параметры т110 и 5 альфа 400 258 пробитие ббшкой 340 пробитие кумулятивом что позволит вам разваливать в соперников которые тоже на тяжах приедут на ваше направление вы будете спокойных пробивать 0 34 точность 1 и 9 сведения стабилизация движения и поворота корпуса 0 14 от поворота башни 006 опять же такая стабилизация нам позволяет играть на досылатель турбина закалка без стабилизатора т110 и опять немножко побыстрее чем супер конь но прям быстрым и его не назовешь 37 максималка вперед удельная мощность 17 но большая проблема у американских тяжей они очень плохо едут назад 12 это прям грустно поэтому идем к полевой модернизации она тут точно такая же как у супер коня прокачиваем все то же самое и здесь наверное одно из самых приятных что мы можем получить это сохранение набранной скорости чтобы быстрее ездить плюс еще и с турбиной так еще и улучшим задний ход поскольку он 12 это прям грустно но если посмотреть броню и посмотреть реплей на фоне который я подобрал то мы видим что на танчики можно и рамбовать и от борта пытаться играть но самое главное двигаться использовать свою скорость и офигенную пушку с дпм да у танка пробивается нлд пробивается лючок также еще есть тоненькие полосочки по краям маски точно так же как и у супер коня маска сбоку тоже пробивается все очень сильно похоже только у е5 намного крепче корпус чем у супер коня но супер коня если ты стоишь выше соперника не пробивается лючок а если стоишь на супер коня ниже то лючок пробивается легко вот и 110 5 с лючком проблема следующая его практически всегда видно и спрятать тяжело он огромный но если ты не попадаешь в середину лючка то он не пробивается по краям там брони много то же самое нлд она круглая если ты в середину нлд не попал она тоже не пробьется если корпус перекручивать то область которая пробивается в нлд она очень маленькая становится лючок можно перекрывать пушкой а если вам удастся за стену или за скалу спрятать лючок то и 5 который рам будет из-за такого укрытия пробивать практически некуда вообще и сказать что е5 пробивается легко но на самом деле его нелегко пробить если он использует укрытие рельефы и двигается к тому же если еще и пушка кривая то это вообще ужас там еще нужно повыцеливать вот эти американские круглые корпусы там надо прям в серединку попадать только в край чуть-чуть полетела все поэтому танчик отличный а ветка прям вообще кайф на третьем месте 60 тп ливандовского и это единственный танчик в нашем топе который не про дпм а про альфу 750 альфа у тяжелого танка на десятом уровне это серьезное заявление но давайте сначала поговорим про ветку и ветка здесь не прям уж какая-то интересная танчики в основном просто проходные плохими их тоже назвать нельзя пушки с нормальной альфой пробитием танчики не сильно про броню какая-то там броня появляется только на девятом и десятом уровне это в основном в башне хотя уж вся тп еще и vld крепкая за счет наклона поэтому ветка просто проходная прошли забыли она не слишком там уж какая-то напряженная но и оставлять чего-то из ветки особо смысла не вижу в этом плане ветка т110 5 смотрится намного лучше там можно намного больше танков оставить пока ты качаешь ветку давайте посмотрим параметры 60 тп ливандовского альфа 750 это главное достоинство этого танка пробитие бэбэшкой 250 пробитие кумулятивом 317 и как для такого огромного орудия здесь еще и неплохо пушка опускается на 8 градусов удивительно что такая огромная махина такой огромный дрым он еще и более менее нормально опускается если у супер коня 10 градусов у вены понятно там пушка небольшая крепкая башня все понятно у е5 тоже 8 градусов у вены но там пушка тоже в основном про дпм а не про альфу но у е5 больше маневренности и подвижности он выигрывает в этом а вот у 60 тп ливандовского если его посравнивать со стальными танками в топе огромный упор на альфу но при этом еще и пушка более-менее нормально опускается что удивительно и он не прям уж медленный 35 максималка вперед 14 назад удельная мощность почти 13 но вот что подкачало этот стабилизация но не могло быть все идеально 022 стабилизация от поворота и движения корпуса 010 от поворота башни кстати от поворота башни неплохая стабилизация поэтому перед выстрелом желательно крутить только башни а корпуса ставить в покое отталкиваясь от этих параметров мы уже и выбираем наше оборудование когда я брал три отметки на этом танке я катался досылатель стабилизатор экспериментальная турбина экспериментальная турбина добавляет нам скорость поворота корпуса скорость поворота башни стабилизацию там немножко максимальную скорость удельную мощность в принципе всего понемножку танчик становится подвижный более бодрый такой и нам удобнее подготовиться к выстрелу удобней подъехать стать успевать легче основная задача на 60тп это наказывать тех кто ошибся и подставился своей огромной альфой да можно конечно и закалку поставить чтобы у нас большое количество хп стало еще больше поскольку у нас 2600 изначально закалка нам добавит еще можно будет прям размениваться неплохо но лично на мой геймплей лучше влияет турбина причем экспериментально чтобы еще и маневренность было лучше давайте посмотрим теперь броню броня в целом неплохая новый лд под таким жутким наклоном что пробить его тяжело только если вы будете намного выше 60тп тогда она будет пробиваться также еще на vld есть лючок мехвода который в середине легко пробивается многие удивляются как я не пробиваю лючок мехвода на vld он же легко пробивается но если вы попадете не в серединку то вот вы и не пробьете поскольку по краям брони там много там только в середине мало также еще есть тонкая нлд которая тоже легко пробивается но у него еще попробуй попади также есть еще лючки которые несложно пробиваются но сложно в них попасть они маленькие крепкая башня крепкий корпус даже можно немного порамбовать бортом потанковать но в борту тоже есть уязвимые зоны в районе погона башни и чем сильнее вы будете доворачивать тем сильнее это уязвимая зона будет впитывать урон поскольку там приведенки будет все меньше и меньше и пробить будет легче в целом если вы без укрытия будете стоять 60 тп выцелить и пробить несложно уязвимых зон достаточно нлд лючок мехвода если в борт стрелять то в район башни и также еще есть лючки поэтому нам рельефы и укрытия обязательны и в основном нам нужно подлавливать врагов которые подставляются чтобы выдавать им альфу если посмотреть полевую модернизацию там в принципе все легко сохранение набраны скорости улучшение точности увеличение обзора увеличение максимальной скорости и в конце улучшения стабилизации поскольку хп у нас много два процента хп не прям уж много нам чего-то дадут а вот стабильнее выдавать альфу это нам надо здесь нужно понять смысл этого танка поскольку если заезжать слишком глубоко после выстрела вас просто накажут и отправят в ангар если будете издалека там куда-то с вертухи лупить то чаще всего будете промахиваться вот мы уже добрались до второго места в нашем топе vz 111 модель 5а китайский тяжелый танк эту ветку недавно апнули восьмеркой девятка сейчас находится в топе на своих уровнях поэтому когда как не сейчас качать эту ветку наверное если выбирать лучшие ветки для прокачки в нашем топе то это ветка т-110 и 5 ветка vz 111 модель 5а и еще очень хорошая ветка танка который у нас будет на первом месте но к нему дойдем чуть позже в ветке vz 111 модель 5 а после апа отлично себя показывают 110 на восьмом уровне vz 111 модель 14 на девятом уровне и vz 111 модель 5 а на десятом уровне все эти танчики щучьим носом неплохой лобовой броней и с хорошими пушками про дпм альфу и пробитие как-то тут все совпало и альфа и дпм еще и пробить и на специальных снарядах обалденные давайте же смотреть что такое vz 111 5а 490 альфа 250 пробития бэбэшкой 340 пробить аккумулятивом это как раз таки то что нам надо а вот подкачала точность 037 сведение 2 и 4 орудия вниз опускается на 7 градусов что в принципе то хорошо поскольку танчик невысокий и у таких низких танков как этот тут каждый градус очень важен но что круто у этого танка максималка вперед 50 назад 15 еще и удельная мощность почти 16 то есть мало того что здесь альфа дпм пробитие максимальная скорость орудия кое-как опускается в общем и целом совокупно такой универсальный жесткий танк еще и стабилизация 018 от поворота и движения корпуса 008 от поворота башни это конечно не позволяет нам играть без стабилизатора стабилизация конечно лучше чем у 60тп но до супер коня и т110 и 5 очень далеко у нас еще и хп не особо много 2200 в принципе столько же как и у т110 и 5 но на 100 хп меньше чем у супер коня но это танчик про скорость и что же из оборудования я посоветую на него поставить досылатель стабилизатор закалка у нас быстрая скорость броня местами пробивается несложно поэтому мы больше будем размениваться и выдавать свою альфу дпм с пробитием на голде большим поэтому закалка позволит нам дольше жить хотелось бы конечно еще и точность как-нибудь улучшить но я думаю закалка будет поважнее улучшать скорость нам по сути не надо она тут и так хорошая давайте посмотрим броню мало того что у нас нлд легко пробивается так у нас еще и щучий нос который по сути когда мы ровно стоим пробивается несложно но если мы поднимем корпус или поставим ромбик то дальняя щека будет пробиваться в ромби у нас тяжело она по сути будет просто рикошетить а при поднятом корпусе в лд станет покрепче за счет приведенки но в любом случае лучше корпус вообще не показывать башня у нас очень крепкая но там тоже есть свои нюансы это два лючка на башне которые пробиваются в середину лючка по краям за счет приведенки не будут пробиваться поэтому если у врагов точные пушки или вы стоите на одном месте близко к врагам им будет несложно выцелить лючки поэтому занимаем рельефики насыпи окна бойницы там главное спрятать наш танчик посильнее и выдаем на кумулятивах свою альфу 490 с хорошим дпм 2 700 это на пустом танке такой большой дпм еще и с хорошей альфой также чтобы везде по бою успеть у нас еще и максималка 50 в принципе танчик замечательный среди тяжелых танков на десятом уровне он сейчас на втором месте а в общем и целом на третьем поскольку там еще мантикора на первое место вырисовывается за счет своих там огромных цифр на света тут в принципе то и по ветке есть танки которые можно оставить у себя в ангаре особенно девятку десятку вообще самое то оставить они очень крутые но это еще не все у китайских танков есть коллекционная техника если вы прокачаете любую десятку китайскую то в коллекционных можно взять 113 я буквально недавно на нем взял три отметки и в натиске покатал на нем это офигеть какой танк классный мне нравится даже больше чем в 111 5 а до 113 по статистике немножко ниже чем в 111 5 а буквально там на чуточку среди тяжа 10 уровня 113 на третьем месте но я его не стал в наш топ включать поскольку он не прокачивается в ветке он получается когда мы прокачиваем китайские танки вот как раз таки на втором месте у нас в 111 5 а который когда мы прокачаем сможем купить все 113 чем мне нравится больше 113 там лучше точность и там нет чучьего носа удобнее от борта в городе расстреливать врагов там точно такой же дпм но альфа не 490 а 440 за счет чего там быстрее перезарядка мы чаще можем стрелять выдавать свою альфу да там альфа 440 но мы ее чаще даем также там на 100 хп больше 2 300 такая же замечательная скорости максималка и точно такая же одинаковая стабилизация что там что здесь я рекомендую ставить досылатель стабилизатор закалку в полевой модернизации сохранение набранной скорости точность защита от оглушения увеличение максимальной скорости а также стабилизация прокачать сейчас тяжелые танки китайские не ошибка после а по ветка себя показывает по статистике очень хорошо девятка и две десятки на мой взгляд очень хороши мне они все нравятся они реально классные да может быть по броне они не прямо жесткие но крепкие борта хорошая альфа дпм пробитие и скорость в нынешних быстрых боях скорость самое то что надо ну и вы наверное уже догадались что на первом месте недавно апнутый йог со своей всей веткой которую тоже апнули если посмотреть на 7 уровень то по статистике среди тяжей йог 7 уровня на первом месте йог 8 уровня на втором месте среди тяжей прокачиваемых на 9 уровне на 5 месте ну и на 10 уровне на первом месте прокачиваемая ветка йога практически вся с самого днища поднялась на самый верх здесь всю ветку апнули кроме 7 левела которые и так показывают себя неплохо я понимаю многие из вас наверное думают что йог не очень наверное многие из вас уже попробовали его и обожгались я так предполагаю поскольку я очень много видел ехал в рандоме которые сливаются буквально сразу как только доезжает до соперников уеха максимальная скорость вперед 50 удельная мощность 20 с половиной и доехать до врагов быстро легко если мы еще прокачаем в полевой модернизации увеличения скорости а в полевой модернизации теперь можно еще и скорость там прокачать поскольку этот танк стал танком прорыва еще и можно поставить турбину сделать максимальную скорость 60 и можно приезжать к врагам очень быстро даже здесь дпм можно разогнать практически до 4000 если поставить фиолетовый досол и фиолетовый вентиль еще и до паек то 4 косаря получится легко также нужно не забывать что играть нужно обязательно на 105 миллиметровые пушки так сказать стоковой с альфой 360 у нее лучше дпм лучше точность сведения пробития основным пробить и специальным снарядом поскольку эту пушку недавно апнули очень жестко и по дпм у по перезарядке у военов добавили 12 градусов стала пробить и добавили 330 специальным снарядом это просто жесть теперь это не пушка а пулемет и улучшение еще и максималки позволяет нам вноситься по всей карте но главная проблема йоха не в том что он теперь быстро ездит очень быстро стреляет и дпм бешеный конечно от дпм играть сложнее чем от альфы тебе нужно постоянно выставляться чтобы наносить урон и реализовывать скорострельность к этому можно привыкнуть и научиться но вот что больше всего озадачивает игроков на йохе это огромнейший размер невероятная высота этого танка и слабая броня то есть скорость позволяет быстро приехать слабая броня позволяет быстро слиться поэтому я очень часто вижу на первых минутах практически с нулем урона слившихся йоха танк это инструмент дпм пробитие точность сведения увн и 12 градусов невероятная скорость у танка это все плюсы которыми нужно работать а минус это броня который нужно избегать давайте посмотрим на броню йоха он очень легко пробивается в нлд в лд в стойке башни также пулеметики на башне пробивается и лючок тоже пробивается легко да можно поднимать конечно башню вверх задирать прятать лючок но и под башней есть увеземые зоны в любом случае прям сильно наглеть особенно показывать корпус не стоит нужно подлавливать врагов на перезарядке когда они отвлеклись реализовывать свой дпм да иногда от башни можно что-то и танкануть но прям увлекаться слишком сильно не нужно нужно играть аккуратно если очень образно так сказать это очень большой средний танк прям очень большой средний танк и как для среднего танка броня в принципе то и неплохая размер даже для тяжелого танка большой и в этом кроется основная проблема этого танчика он не прощает ошибки и за ошибки наказывает очень сильно поскольку в борта он пробивается легко сбоку башня пробивается тоже поэтому когда вы на какой-то позиции выглядывать из-за рельефа вам нужно смотреть не только перед собой но и что вокруг подставляете вы борта или нет этот танчик не прощает ошибок заехали не туда он рассыпался и все это не прям уж хрустальная пушка по типу там леопарда какого-то но среди тяжелых танков особенно в нашем топ-5 этот наверное менее бронированный и самый огромный и как показывает статистика по цифрам можно реализовывать йоха как лучший тяж 10 уровня именно по суммарке по урону там по на свету и всему остальному да по эльфе он проигрывает практически всем по броне тоже он не лучший вариант но вот по скорости и дпм у это лучший вариант оборудование на йоха я рекомендую либо досылатель турбина закалка либо досылатель закалка вентиляции если хотите прям про дпм поскольку йох и так очень быстро ездит стабилизация здесь не нужно поскольку сведение очень быстрое ну а полевая модернизация сохранение набранной скорости улучшение точности увеличение обзора увеличение максимальной скорости а также улучшение стабилизации я считаю что йох это танчик для статистов которые умеют реализовывать и скорости дпм ну а те люди которые играют на среднем уровне или ниже для них наверно топ-1 танк будет все же китайский в из 115 а и даже 113 для них будет сложнее поскольку там длинный корпус пушка опускается только на борт над гусеничной полки пробиваются наверное для целевой аудитории для большинства в из 115 а это наверное будет лучший тяж но и все остальные танки которые были сегодня в нашем топе они все отличные сильные имбовые но с разным стилем геймплеем у каждого свои особенности можно выбрать себе танчик на свой вкус ну а лучшие ветки для прокачки среди тяжей я считаю что это ветка йоха ветка в 115 а также ветка т110 е5 на данный момент это лучшие тяжелые танки 10 уровня среди тех которые не вошли в топ-5 еще есть много тяжей которые мне нравятся но всех не засунешь в топ-5 есть танки которые выделяются среди всех остальных и я их назвал сам был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока а Субтитры сделал DimaTorzok